Глава одиннадцатая. Печать Бога. Друзья, из нашего исследования вы можете ясно увидеть, что зверь или маленький рог представляет собой римское папство. В таком случае, чем является начертание зверя? Иными словами, начертание папства. Перед тем, как я отвечу на этот вопрос, позвольте мне сначала показать вам, что означает «печать Бога». Печатью может быть рельефное изображение, символ, знак и т.д., прилагаемое к правовому документу. Она должна иметь отношение к правовым вопросам. Печать имеет три составляющие – имя владельца, титул владельца и территорию его владения. Библия дает нам важный ключ к пониманию того, где находится печать Бога. Ибо в книге пророка Исаии 8 глава и 16 стих она говорит «Завяжи свидетельство и запечатай откровение при учениках Моих». В действительности Новый Завет читайте послание евреям 8 глава и 8 стих, который Бог заключил со Своим народом, тесно связан с Его законом. В послании к евреям 8 глава и 10 стих мы читаем «Вот завет, который завещаю дому Израилеву. После тех дней, говорит Господь, вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут Моим народом». 7 главе книги Откровения. Во втором и третьем стихах мы читаем «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога Живого». И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Из этого мы можем сделать вывод, что печать Бога имеет отношение к Его закону, написанному на наших челах или в нашем разуме. В передней части нашей головы находится лобная доля головного мозга, которая отвечает за принятие нравственных решений. В этой части головы также располагается совесть, Божий закон известен как десять заповедей, десять Божьих принципов любви. Их также называют «царским законом» или «законом свободы», посредством которых, по словам апостола Иакова, мы будем судимы. Библия дает нам следующее определение греха «Грех есть беззаконие», то есть нарушение десяти заповедей. Смотрите первое послание Иоанна, 3 глава, 4 стих. «Поэтому можно с уверенностью сказать, что Бог ищет покорных людей, в умах которых написан Его нравственный закон, Его закон любви, и которые скорее умрут, чем нарушат Его заповеди». Интересно отметить, что в самом сердце Божьего закона, который невозможно соблюсти без помощи Святого Духа, вписывающего Его прекрасные принципы в сознание человека, находится суббота, единственная заповедь, которая содержит информацию о имени, статусе или положении и территории владения всемогущего Бога. «Помни день субботний, чтобы святить Его. Шесть дней работай и делай в них всякие дела Твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу Твоему. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил Его». Друзья мои, это единственное место в Библии, где вы можете увидеть печать Бога. Суббота содержит Его имя — Господь Бог Твой, Его титул или положение — Творец, который создал, и территорию Его владения — небо и землю, море и все, что в них. Вот почему пророк Иезекииль сказал «И святите субботы Мои, чтобы они были знамением между Мною и вами, дабы вы знали, что Я — Господь, Бог ваш». Книга пророка Иезекииля, 20 глава и 20 стих. Таким образом, печать Бога, которая должна стоять на сердцах людей, находится в сердце Божьего закона. Заметьте также, что повеление состоит в том, чтобы святить субботний день. «Освящайтесь и будьте святы, ибо Я — Господь Бог ваш, свят». Книга Левит, 11 глава, 44 стих. Субботний день сам по себе уже святой, потому что Бог при творении совершил три вещи, сделавшие Его навеки таковым, для того, чтобы Он свидетельствовал о святости самого Бога. Первое. Он отдыхал в день субботний вместе с человеком. Второе. Он благословил этот день. И третье. Он осветил его или отделил для священного употребления. Таким образом, этот день есть и всегда будет святым. «Что делает Бог? Пребывает вовек» . Экклезиаста, 3 глава, 14 стих. Однако невозможно святить субботний день, нарушая при этом хотя бы одну из оставшихся девяти заповедей или принципов святости. Отсюда следует, что соблюдение субботнего дня уникальным образом затрагивает и все остальные заповеди диколога, которые должны быть запечатлены в сердце, то есть разуме. И благодаря своей функции особенно подходит для того, чтобы стать печатью Бога под влиянием Святого Духа, которым мы запечатлены в день искупления. Послание Ефесянам, 4 глава, 30 стих. Я вспоминаю тот день, когда в первый раз прочитал о субботе в книге пророка Исаии. Тогда мною овладело глубокое убеждение в том, что седьмой день суббота является Божьим Святым Днем. Под вдохновением Божьим пророк написал «Если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихотей твоих во святый день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. И я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, Отца твоего. Уста Господни изрекли это». Пророк Исаия, 58 глава, 13 и 14 стихи. А несколькими главами позже Исаия говорит нам, что на новой земле спасенные будут приходить Господу на поклонение в седьмой день субботу. Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь. Так будет и семя ваше, и имя ваше, тогда из месяца в месяц, и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь. Я помню, как задавал себе вопрос, стал бы Бог давать повеление человеку в Эдемском саду святить седьмой день субботу, а потом и своему народу в Ветхом Завете, чтобы в Новом Завете перенести соблюдение субботы на воскресенье, а на новой земле снова вернуться к первоначальному соблюдению субботы. Конечно, нет. Сама эта идея выглядит нелепой. Во времена Нового Завета Христос по своему обыкновению святил субботний день. Читаем об этом в Евангелии Луки 4 глава 16 стих. «И даже отождествлял себя с Господином субботы» Евангелие Марка 2 глава 27 и 28 стихи. Апостол Павел по своему обыкновению тоже соблюдал субботний день. Смотрите книгу «Деяния апостолов» 13 глава 14 стих, 16 глава 13 стих, 17 глава 1 и 2 стихи, а также 18 глава 4 стих. На протяжении всего Нового Завета, написанного через несколько лет после восшествия Христа, Святой Дух, говоря о седьмом дне, называет его «субботой» около пятидесяти раз. В левицких и церемониальных постановлениях, касающихся служения во святилище, существовали ежегодные субботы и праздники, сопровождаемые принятием пищи и выполнением церемоний. Однако, когда Господь давал эти повеления, Он особенным образом выделил среди них единственную и еженедельную субботу, которая существовала от начала. Он сказал, «Вот праздники Господни, кроме суббот Господних» Книга Левит, 23 глава, 37 и 38 стихи. Ежегодные праздники и субботы, как и все постановления о левицком служении, были тенью будущего и нашли свое исполнение в великой жертве на Голгофе. Смотрите, послание Колоссянам, 2 глава, 16 и 17 стихи. «Однако субботу Господню Бог благословил и сделал святой притворение перед тем, как грех вошел в мир, перед тем, как была установлена система прообразов и жертвоприношений, указывающая на грядущего Искупителя. Суббота является фундаментальным и первоначальным установлением, частью нравственного порядка Божьего управления человеком и равной по значимости остальным заповедям Закона». Отсюда мы видим, что седьмой день суббота является насаждением Небесного Отца, глубоко укоренившимся во всем Священном Писании и вечно существующим в грядущем мире. Теперь вы понимаете, что большинство христиан в мире соблюдают только девять заповедей. Этим может объясняться тот факт, что Бог начинает четвертую заповедь со слова «помни», предвидя, что мы можем забыть ее. Кроме того, разве Библия не сказала бы нам о том, что день, в который Бог ожидает нашего поклонения и прославления, был изменен? И почему в Священном Писании нет ни единого стиха, поддерживающего соблюдение воскресного дня? Слово Божье говорит, «Ибо я, Господь, я не изменяюсь. С одней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф». Книга пророка Малахии. 3 глава, 6-7 стихи. Прежде чем мы рассмотрим некоторые непростые вопросы, затрагивающие тему начертания зверя, хочу еще раз напомнить вам о том, что Бог желает вписать свой закон в сердца наши. Но сделает это только с нашего согласия, разумеется. То место в Писании, которое стало дорого мне, подтверждающее это обетование, находится во 2-м послании к Коринфянам, 3 глава и 3 стих. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово. Через служение наше написано не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Некоторые могут спросить, откуда вы знаете, что именно суббота, седьмой день, является днем покоя? Во-первых, Библия ясно говорит, что день седьмой – суббота Господу, Богу Твоему. Книга Исход, 20 глава, 10 стих. Библия в книге «Бытие» 1 глава заявляет, что за шесть дней сотворил Бог небо и землю, включая воды, животных и растительность. В книге «Бытие» 2 глава 2 и 3 стихи также сказано. «И почил в день седьмый от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог в седьмой день, и осветил его, отделил для особого использования». Четвертая заповедь была дана уже в Эдемском саду. Во-вторых, давайте откроем наши Библии и посмотрим, что в Новом Завете говорится о Страстной неделе. В главах 23 и 24 Евангелия от Луки вы найдете повествование о смерти Иисуса, Его погребении и воскресении. Практически все христиане понимают, что Христос умер в Страстную пятницу и воскрес в воскресный день. Лука в 23 главе и 54 стихе говорит нам, что тело Христа было снято с креста в пятницу. День тот был пятница, и наступала суббота. Ясно видно, что суббота – это седьмой день недели, а значит, Христос умер в шестой день недели, то есть в Великую пятницу. 56 стих говорит нам, что женщины вернулись в свои дома и приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. В первый же день недели, день, который в мире называют также пасхальным воскресеньем, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень, отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса, ибо Он воскрес. Пожалуйста, обратите внимание, что в пятницу Он умер. В субботу, согласно заповеди, Иисус покоился в гробнице, а в воскресенье Он воскрес. Поэтому суббота – это седьмой день недели, и это день покоя, день, расположенный между днем подготовки или шестым днем, пятницей, и первым днем недели, воскресеньем. И пусть никто не соглашается с таким аргументом, который говорит о том, что нужно соблюдать воскресный день, потому как Христос воскрес в этот день. Друзья, где Писание говорит нам об этом изменении? Помните, что даже католическая церковь признает, что соблюдение воскресного дня не подтверждается Писанием. Кроме того, в Послании к римлянам 6 глава с 3 по 5 стихи говорится, что Бог учредил крещение в честь воскресения Христа, но не в честь воскресного дня. Даже словарь Вебстера определяет субботу как седьмой день недели – день отдыха. В конце концов, разве Дева Мария не соблюдала седьмой субботний день? И, кроме того, остерегайтесь любых календарей, которые ложно называют воскресный день седьмой день недели. Субтитры подогнал «Симон»